на это общение с Господом, чтобы помолиться Ему, поклониться Ему. Он все видит, все знает, и Он здесь, среди нас. Слава Господу за такую любовь Его. Я хочу только прочитать несколько стихов, и мы с вами помолимся. Это 102-й псалом. Эти стихи нам напомнят, что же лично каждому из нас сделал Господь. С 8-го стиха 102-й псалом. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Слава Господу за это. Я хочу зачитать братьев и сестер, о которых мы сегодня будем молиться. И мы начнем наше служение. Дело в том, что есть у нас больные, и они подают записки, просят. И кто-то смотрит нас онлайн, по компьютеру, и они очень рады. Их это ободряет, когда они слышат, когда церковь за них молится. Молится ведущий и молятся члены церкви. Когда их имена упоминают. Может, вы сразу в одной молитве все имена не скажете, но кто-то другой после вас будет молиться, пожалуйста. У нас есть вот такие вот нужды. Это брат Харлампика, монаш, болеет, просит молиться. Леонид Мегега, Михаил Юрик, брат Ваня Абада после операции. Михаил Орлеогла, такие вот, престарелый возраст, тяжело тоже. Семья Карпицких, Анна Петровна, Иван Агеевич, сестра Александра Кабивник, тоже после операции. И сестра Валентина Баранова, тоже в старости, недомогание. И также новая такая вот просьба, это сестра наша Диана. Я так понимаю, что Мола, тоже нужно за нее помолиться, поддержать что-то со здоровьем. Пусть Господь благословит и вдохновит нас каждого в участвовать в этом, в тихой и громкой молитве. Помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе за этот день нашей жизни. С самого раннего утра до сих пор Ты нас хоронил. И Ты знаешь о том, что сердце наше всегда думало об этом общении. Мы приготавливали себя, чтобы прийти, не опоздать, не забыть, чтобы все дела уладить, но чтобы быть в Доме Твоем. Мы рады быть здесь, Господи, рады иметь это общение, видеть лица друг друга, которые любят Тебя, которые мы вместе идем в жизнь вечную, служим Тебе и славим Тебя. И вот мы здесь, в Доме. Ты видишь, Господи, сердца наши, Ты видишь нужды наши, Ты видишь каждого из нас в семье, Ты знаешь наши трудности и проблемы, и нужды наши, борьбу нашу, где мы боремся с самими собой, чтобы не было греха, чтобы не было зависти, чтобы не было в сердцах наших никакой злобы, никакой неприязни, но чтобы у нас было все чисто, верно, правильно. Потому что мы ожидаем Тебя, Твоего пришествия. Господи, услышь молитвы наши и благослови. Вот мы зачитали этот список больных наших, которые нуждаются в помощи, нуждаются в том, чтобы Ты пришел к ним, благословил их, утешил, кому-то, кого-то исцелил, дал здоровье. Господи, да будет воля Твоя во всем. Кому-то послал утешение, успокоил боли, кого-то приготовил к переходу. Ты знаешь, Господи, о каждом, о каждую судьбу. И мы не можем как-то сказать Тебе, что Тебе нужно делать, но только умоляем лица Твоего, чтобы Ты благословил наших братьев и сестер, чтобы Ты их утешил и помог им, проходя вот эти вот испытания, болезни, трудности, чтобы Ты им помог с благодарностью, чтобы Ты им помог пережить это, быть исцеленными и еще прославить Тебя. Благослови братьев, кто будет говорить Слово. Пошли на них Духа Твоего Святого, чтобы они сказали от Тебя. А наши сердца открой для того, чтобы принять Слово Твое и прославить Тебя в жизни нашей, в молитвах наших, в пениях наших. Будь с нами, благослови нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы будем петь общим пением молитвенный гимн 59-й номер, песнь Возрождения. 59-й номер, песнь Возрождения. Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь Ты, Тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты. Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь. Тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты. Тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты. Ты знаешь, Боже, что не ищу я, Бога с ней позже с теми земли. Мое сердце Тебя люблю я, хочу с Тобой быть каждый день. Скорблю я часто, душа помиста, не вижу радостей, не вижу радостей быть я. Я одинокий, как плитки птица, и умолкай, как плитки птица, не умолкай, ты своя. Никто не знает, не спросит даже, куда и что меня пришел. И кто тешит, то будь укажет, когда на сердце тяжкий гнет. И кто тешит, то будь укажет, когда на сердце тяжкий гнет. Мне мир чужих слав, и я в ней мило, я не знаю, что я же не верю, а в ней мило. Пусть та пороса, слабею силы, а путь далекий предам, а путь далекий. Пусть та пороса, слабею силы, А пусть далеки предо мной. Я вас поздравляю. В древние времена соль считалась белым золотом. В некоторых странах люди даже получали жалования в виде соли. Почему же так ценится этот продукт? Что в нем хорошего? Все дело в ее свойствах. Соль, во-первых, является одним из лучших консервантов. Еда, обработанная солью, может дольше оставаться пригодной для употребления. Соль предотвращает гниение и разложение. Поэтому люди до сих пор используют этот продукт. А также соль используется в антисептических целях. Если на открытую рану попадает соль или соляной раствор, то это, скорее всего, причинит боль человеку, но поспособствует быстрому заживлению раны. Можно еще долго перечислять достоинства этого минерала, но последнее, что я бы хотел обратить внимание, это то, что соль сегодня является одним из самых дешевых и доступных продуктов. Что же касается света? Свет – это то, что дает жизнь всему. Солнечный свет, например, – это источник жизни на нашей планете. Без этого света мы бы не смогли вырастить ничего на нашей грядке. Да мы и сами без солнца жить бы, наверное, не смогли. Ясный солнечный день приносит нам радость, в отличие от пасмурного дня. Также человек использует свет для освещения домов, квартир, дорог. Строятся высокие маяки в помощь кораблям. Свет нам нужен для того, чтобы ясно видеть все вокруг нас. А также свет служит ориентиром для тех, кто находится во тьме. На первый взгляд мы не находим ничего общего между светом и солью. Но все же общее у них то, что и свет, и соль приносят пользу людям. Что же говорит Библия об этих двух вещах? Прочитаем место из Священного Писания, записанное в Евангелии от Матфея, в пятой главе, с 13 по 16 стихи. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Господь Иисус называет нас христиан, Его детей, и солью, и светом в этом мире. В моем понимании, соль – это наша проповедь этому миру. Когда мы говорим о Боге, о правильной христианской морали другим людям, то для людей это не всегда приятно, иногда даже больно. Но те, кто принимают благую весть, те получают исцеление, и раны, нанесенные грехом, заживают. Если бы христиане молчали и не говорили грешникам о Боге, то этот мир уже давно бы сгнил в растлении. Но вовремя сказанное обличительное слово предотвращает разложение человека. Мы не должны молчать. Свет же – это наши дела, поведение, внешний вид. Люди, живущие в грехах, должны увидеть в нас этот свет. Наша святая жизнь будет явным, будет являться ярким светильником для нечестивых людей. Кого-то этот свет будет привлекать, кто-то от этого света будет убегать. А найдутся даже такие люди, которые попытаются загасить этот свет в нас. Но если мы будем пребывать в Господе и в Слове Его, то наш свет не только не погаснет, но и принесет пользу другим. Мы живем в те времена, когда в мире придумывают искусственные заменители всего, чего угодно. В духовном смысле эти заменители также изобретены. Вместо соленой или горькой правды человеку предлагается сладкий обман, который не причиняет душевной боли или волнения, но тем временем он и не лечит раны греха и не приводит человека к покаянию. Я как-то увидел один плакат, на котором написано было «Церковь без вины». По-английски это звучит «guilt free church», что означает «в церкви вы не будете чувствовать себя виноватым». Но человек, если не почувствует себя виноватым, он никогда и не покается. Это что касается соли. Что же касается света, то и в этом враг душ человеческих преуспел. Вместо яркого и мощного света, который исходит от Бога, христианам предлагаются разноцветные лампочки, которые вроде бы и свет излучают, и в то же время мало что освещают. Единственный плюс этих лампочек – это красивый вид, который они создают. Не думаю, что кто-то бы взял такую лампочку для того, чтобы найти что-то в темной комнате. Что же касается души человека, то чтобы осветить все ее темные стороны, нужен яркий свет, который светит и покажет не только хорошее, но и плохое, что в ней есть. Итак, нам не просто быть солью и светом, но чтобы нам оставаться и теми, и другим для мира, то для этого нам необходимо постоянно подвергать себя обработке солью, то есть сверять свою жизнь со Словом Божьим и исправлять, обнаруживая в ней недостатки, а также пребывать в общении с нашим Господом, который является источником света в наших душах. Таким образом, мы сможем принести пользу себе и другим. Будем просить Господа, чтобы Он помог нам в этом. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за возможность быть в Доме Твоем. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое учит нас правильно жить и поступать. Господи, помоги нам, помоги мне в первую очередь быть этим светом и солью для других, А также подвергать себя проверке, Господи, и исправлять, что во мне не так, Господь. Помоги каждому из нас освящаться, приближаться к Тебе. Дорогой Отец Небесный, прошу о нуждах наших, Господи. Ты знаешь, много у нас больных, и мои домашние болеют, Господи. Исцели, Господи, каждого, кто болеет, чтобы болезнь прошла, чтобы это было для славы Твоей, Господь. Благослови церковь нашу, нужды церкви. Благослови стройку, помоги, чтобы мы в этом преуспевали. Благослови этот вечер и братьев говорящих. Все служение благослови. Слава Тебе, наш Бог. Аминь. После общего или сейчас? Сейчас или после общего? Братья и сестры, у нас будет в части еще вот группа, два номера. Ну, они просят, они в воскресной школе, в русской школе, с детьми заняты. Так что мы споем общим пением сначала, а потом будет участие. 10.46. Песнь Возрождения 10.46. Ты не бойся преткновений на пути, край далекий со страдания мети. Но запомни и познай только одно, что страдать нам в этом мире суждено. Преткновений на пути, край далекий со страдания мети. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Работу, попить кофе и сделать как можно больше денег? Или первая мысль, на которой мы встаем, Господи, слава Тебе, что я жив, что Ты мне даешь этот новый день. Господи, да будет в этом дне прославлено имя Твое. Пусть даже будет такая очень короткая молитва, два-три предложения. Мы уже взыскали Господа, мы уже согласились, Господи, Духом Святым действуй. Мы можем и очень хорошо хотя бы пять минут открыть Священное Писание, прочитать Слово, помолиться и затем уже начать рабочий день. Во всякое время мы можем обращаться коротко, когда мы садимся в автомобиль. Я всегда учил своих детей. Садитесь за руль, помолитесь коротко. Для чего? Во-первых, вы сосредоточитесь, попросите благословения и охрану от Господа. И в какой-то момент в пути или в работе, Господи, будь милостив ко мне и благослови, направь мой ум и разум. Господи, избавь меня от лукавого и не веди в искушение, когда приходят плохие мысли. И это все, братья и сестры, обращение к Нему, когда можно найти Его. Мы живем во время благодати и время благоприятное. И вот, когда услышите голос Его написанное, не отвратите, не ожесточите сердце свое. Я знаю, братья и сестры, возможно, это было у вас. Это было частично у меня. Господи, почему в моей жизни так произошло? Но я задавал себе вопрос. Я никогда не бунтовал и не поднимал кулаки, но какое-то смущение было. Я верю, братья и сестры, что у вас было. Почему в моей жизни произошло так? Я провалил экзамен, меня не приняли на работу, я потерял работу. Почему я, Господи, попал в аварию? Это уместные вопросы, которые мы всегда можем задавать. И вот эти вот моменты, вместо того, чтобы как бы грубо ожесточить свое сердце или свалить вину на ближнего своего. А, вот это жена виновата, она мне испортила настроение. Или преподаватель у меня такой, инструктор в колледже, это он завалил мой экзамен. Можно и искать причины и ожесточать свое сердце, но вот в такие трудные моменты написано, может быть, время взыскать Господа. Господь допускает такие моменты, трудные в нашей жизни, когда побуждает нас встрепенуться и найти свое местонахождение между землей и небом. Я бы так условно сказал. Где я нахожусь? А может быть, Господи, я действительно осуетился, уже неделю не читал Библию, молитва моя ослабла, остыла. Господи, а ты же в Священном Писании назван Господом-ревнителем. То есть, Господу не безразлично, что происходит в нашей жизни и как мы живем. И вот эти моменты, братья и сестры, нам помогают обратиться к Нему. Я хотел бы еще мысль сказать исходящую тексту. Когда можно его найти? Напрашивается мысль, что бывают моменты, когда Бога нельзя найти. Когда Бога найти поздно. Я хотел бы обратить внимание всех тех, кто откладывает свои отношения с Господом на потом. Откладывает свое покаяние, свое крещение. Откладывает молитву, утреннюю молитву, вечернюю молитву. Может быть, когда-то быть поздно. В жизни часто случается очень много моментов, когда жизнь человека заканчивается внезапно. Мы забываем, садясь за автомобиль, что более 40 тысяч здесь только в Америке. 40 тысяч людей в год внезапно в аварии, в оксиденте, после оксидента внезапно отходят вечность. 40 тысяч. Еще очень много людей в авиакатастрофах. Внезапно болезнь приключается. А протягивать свои отношения и примирение мир с Господом на долгие годы, иногда потом и совесть, и дьявол, и духи зла могут не дать примириться с Богом и найти его. Я встречал таких людей, которые на смертном одре, которые не были вполне атеистами, которые как-то верили. Но когда я говорил о том, что надо примириться с Богом, надо взыскать Господа, эти люди говорили поздно. И ожесточение отталкивало их от Бога. А некоторые говорили, я всю жизнь отвергал Бога. Теперь как-то нечестно, что я его вот перед смертью буду призывать. Это признак слабости. Сегодня Слово Божие звучит, братья и сестры, ко всем нам, к Тебе и ко мне, чтобы мы обновили свои отношения с Господом, чтобы мы добросовестно, энергично искали Господа, взывали к Нему во всех обстоятельствах жизни. И вот эта любовь, страсть к Господу побудила нас вновь и вновь, Тебя, дорогой брат, и меня, к близким отношениям с Господом, чтобы вот эту связь, эту дружбу мы ощущали. И все переживания, которые мы переживаем или ощущаем в нашей жизни, они будут ничтожными, трудности быстротечными, если мы в союзе с Богом, и мы живем для славы имени Его. Да поможет нам в этом Господь. Сейчас мы прославим Господа. Время взыскать Господа. И это реально в молитве обратиться к Нему. Со всеми нашими трудностями, проблемами, в поисках, может быть, в охлаждении, или даже греховности, мы сейчас можем обратиться к Господу и сказать, Господи, таков, как есть, я прихожу к Тебе. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Господь и Бог мой, во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе здесь, в Доме Твоем. Я благодарю Тебя, что Ты Бог мой, и Ты нашел меня в этом мире. В свое время я искал Тебя, Господь, но Ты нашел меня и призвал к Себе через моего Господа и Спасителя Иисуса Христа Ты так стал близко. И всякий раз через Слово Твое Ты приближаешься ко мне и говоришь ко мне, Господи. И мы просим Тебя, чтобы, идя за Тобой, Господь, мы понимали, насколько это важно и насколько Ты желаешь иметь с нами общение, Господь. Помоги нам в этом быть верными Тебе и искать Тебя всем сердцем, жить для Тебя, для Тебя, для людей, доколе Ты придешь в этот мир, забрать нас к Себе, Господь. Помоги нам верными Тебе. Во имя Иисуса Христа просим об этом. Аминь. Мы общим пением споем песнь Возрождения 16.84. О, благодать! Спасен Тобой, я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. 16.84, пожалуйста. Давайте стоять, споем. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Проповедовать, проповедовать об истине. И вот Евангелие призывает, что выговорит соль. Как можно стать солью? А именно вот слова, говорить слова везде, кого мы встречаем, кого мы видим. Говорить эти слова благодати, Евангелия, слова спасения, которые бы людей привели к Господу, об Иисусе, вот эти слова, и это соль. Мне показалось, что это очень хорошее сравнение. Ведь мы очень много говорим слов за целый день. И слова бывают разные. А вот если мы будем помнить этот стих, он легко запоминается, вы соль земли. И будем всегда вспоминать, что вы соль. Значит, нужно говорить, нужно благовествовать, нужно быть этой солью. Это значит проповедовать, свидетельствовать слова. О свете он сделал сравнение такое, что свет – это дела. Можно ничего не сказать, но так засветить, что всем будет понятно, что этот христианин, его поступок такой благородный, правильный, он – это человек необыкновенный какой-то. Он не такой, как все. И вот эти дела христианина, искренного, верного, любящего Господа, жизнь благочестивая, она может быть светом. Пусть Господь благословит нас, чтобы вот в этот вечер осталось в нашей памяти вот эти два стиха «Вы соль земли, вы свет мира». чтобы у нас и слова, и наша жизнь, дела наши, чтобы они соответствовали вот этим двум словам – соли и свету. Второй брат нам напомнил о том, что нужно искать Господа. Нужно искать Его. Очень много суеты здесь, на земле, очень много занятий, и, казалось бы, полезных, и нужных, и семья, и дети, и работа, и много всяких дел. Но среди всего этого нужно искать Господа. Как вам кажется, вот блудный сын, когда ушел от Господа, он мог бы возмущаться, он мог бы говорить, что меня не слышит отец, он не обращает на меня внимания, я не слышу его голос, чтобы он мне, ну, как бы наставил, звал к себе, что-то бы как-то бы сделал. Блудный сын мог бы как-то претензии говорить к отцу, что он мне не помогает, не слышит, даже если я и зову, вот у него много хлеба, много всего, а я вот здесь бедствую, мне трудно, и нужно помочь мне. Но блудный сын, он очень далеко ушел. Очень далеко ушел, и он потому не мог слышать голос. Что ему нужно было сделать? Нужно ему было решить. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду. Пойду там, где слышно, где можно услышать этот голос. Так вот получилось в его жизни. Где можно найти Господа? Там у свиного коры. Это было трудно. Что там можно было найти? Только вот эта тяжелая работа, грязь, беда, все вот это, друзья оставили, все было трудно. Разве там можно было увидеть в этих свиньях Господа? Нет, но можно было опомниться, можно было бы вспомнить, где я потерял отца, где я его оставил, где я могу услышать опять этот голос, где я могу найти вот эту милость, любовь и прощение. Надо возвращаться. Бывает так, что в нашей жизни дети наши или знакомые уходят сильно далеко от Господа и как бы обижаются, что они не могут его найти, не видят его. Их нужно позвать. Их нужно позвать, чтобы они пришли ближе к Господу, чтобы они пришли в церковь, чтобы они обратились к слову, прочитали. Потому что там далеко, где они находятся, в разных местах, там не слышно этого голоса. Голос его слышен Господа. Здесь, в Доме Божьем, слышен Слове Его. И нужно обращаться к этому. Пусть Господь благословит нас в нашей жизни, чтобы мы были вот этим солью, светом. Сегодняшний день, вот первый брат напомнил, он как-то поздравил вас с 8 марта. Ну, вся эта история с 8 марта, она очень тяжелая, нам не стоит в нее вникать, как оно получилось с этим 8 марта. Но в нашей стране верующие, кто цветами занимался, он на 8 марта хороший бизнес имел. Они продавали цветы, и я слышал, и даже участвовал, помогал другим, какое было обращение. Не вспоминалась история там с этими женщинами, какими, почему такое 8 марта. Но всем мужчинам напоминалось о том, что у вас есть жена дома. Она вас апстирует целый год, смотрит за детьми, и все вам готовит. Неужели вам жаль этих цветов? И вот для нас верующих, я не знаю, кто как делал, но мы цветы покупали, давали нашим женам, потому что есть повод к тому, чтобы сделать приятное. в Библии есть много, очень много есть сказано о женах, о сестрах, которые поступали правильно, хорошо, которые служат примером. И сегодня я хотел бы пожелание сказать нашим сестрам, чтобы они были смелые, чтобы они были сильные, чтобы они могли в семье своей нести радость, чтобы не унывали, когда устают, когда их немножко не понимают, не слушают дети, когда бывают трудности, проблемы, болеют дети, чтобы вы могли подражать женам, тем, которые прожили достойную, правильную жизнь. Я как-то слышал слово и хочу и вам сказать, прочитать один стих. Это 17 глава Евангелия от Луки, 32 стих. Вспоминайте жену Лотову. Но я не хотел бы говорить именно о том, почему ее нужно вспоминать, как она стала этим соляным столбом. Я хотел бы обратиться к вам и как бы в вашей памяти возобновить то, какая она была мать. То, что у нее получилась вот такая большая ошибка, да, это Слово Божие нам говорит пример, что так не нужно делать, не нужно оглядываться, нужно быть послушным Господу. Но когда мы читаем о том месте, где жила эта мать и две дочери, то мы находим, что она была неплохая мать. Среди такого разврата, такой город развратный, мы помним, как это там было, когда пришли эти два мужа, что там творилось в этом городе. Был очень сильный разврат. И я представляю, какая там была одежда. весь мир сегодня вспоминает о Содоме и о Гаморе, что там был сильно большой разврат. Но вот, когда мы обратим внимание на ее дочерей, вот в 19 главе Бытие записано так, вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего. Из этих стихов можно увидеть, что мать, она была очень хорошая. Ее имени нет, она была хорошая. Она воспитала дочерей среди такого сильного разврата, воспитала так дочерей, что они были сохранены, что они были девственницей в таком уже возрасте большом. Это нелегко. я думаю, что в наше время вы представляете, что родителям приходится, как родителям воспитывать детей. И вот здесь я вижу жену Лотову, что она была хорошей женщиной, которая могла уговорить своих дочерей, могла их наставить, могла удержать, нелегко удержать. я представляю, что нужно ей было их воспитывать, и чтобы одежда была нормальная, чтобы вовремя домой приходили, чтобы друзей не было плохих. Ну, очень много чего. И в этот день у нас есть нужды к молитвам, мы будем молиться о больных, но также помолимся и о наших сестрах, о мамах, о матерях. в Америке тоже есть много соблазна, разврата, чтобы Господь благословил наших сестер, мам, чтобы они имели силу, имели мудрость побеждать все то, что восстает, чтобы сохранили, чтобы воспитали детей своих и девочек, и мальчиков, чтобы они принадлежали Господу, чтобы они были верные Господу. И я считаю, что эта нужда очень важная, потому что мы замечаем, да, у нас есть школа, молиться и о школе нужно, и воскресной, и образовательной, но школа не может сделать все то, что могут сделать наши мамы. Пусть Господь благословит в этом. Также можно благодарить за наших мам, которые нас воспитали, что мы в церкви сегодня здесь. Я зачитаю эти имена, о которых мы сегодня с вами будем еще в заключении молиться. Брат Харлампика монаш у нас болеет, вот за этих братьев нужно молиться. Леонид Мегега, Михаил Юрик, брат Ваня Абада, Михаил Орлеогла, семья Карпицких, сестра Анна Петровна Ивана Ивана Геевич просит молиться за них, тяжело им в старости, Анна Петровна слаба очень, сестра Александра Кабивник, вот за нее просят молиться, сестра Валентина Баранова, вот за нее тоже годы преклонные, нет сил, и за сестру Диану Мола, что-то со здоровьем, она очень молода, и кто-то со здоровьем, чтобы Господь усмотрел, послал исцеление, послал благословение, также еще одна просьба есть, помолиться о Шушкевич Александре, он перенес обширный инсульт, чтобы Бог его подкрепил и обратил его сердце ко Христу, и вот такая нужда у нас есть, о больных, чтобы Господь послал исцеление, выздоровление, в старости, чтобы послал облегчение, силы, приготовил к переходу, а также об этом человеке Александре, который перенес такой инсульт, это означает, что жизнь его под угрозой, и родственники переживают о том, чтобы он успел обратиться ко Христу, и мы с вами понимаем вот эти сложности, трудности, пусть Господь нас благословит в этом, мы в заключении об этом помолимся, аминь, пожалуйста, кто желает помолиться, вспомнить о наших братьях, сестрах, может, здесь родственники, имена названы, пожалуйста, молитесь, и я в заключении помолюсь. отậ не оттуда помолимся, аминь, но в чем месте, то мы замечательные слова, слово прождество, не вверх, но не вверх, а вверх, вверх, мы с вверх, это или и такой это что это чтобы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...